Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале DmitryDTutors. Сегодня мы познакомимся с основными настройками Octane Render. Я покажу как подобрать оптимальное значение для того, чтобы рендеринг не превратился в длительное ожидание. Прежде чем запустить превью рендера, я внесу некоторые изменения в настройки разрешения. В разделе Dimensions есть пункт %, который является множителем. Указав размер изображения, с помощью данного параметра можно увеличивать или уменьшать размер. Изменения распространяются на размеры X и Y. По умолчанию значение % равно 100, то есть изображение будет равно значениям X и Y. В этом уроке я буду делать большое количество превью рендеров. Чтобы оптимизировать время рендера, я выставлю 30% от основного размера. После этого изображение будет рендериться намного быстрее. Далее я перехожу в раздел с настройками Octane. В поле Samples я выставляю 256. Этот параметр напрямую влияет на время просчета. На этом этапе нужно подобрать такое значение, чтобы вы могли увидеть разницу между отрендеренными картинками. Использовать очень низкие значения тоже не стоит, так как изображение будет очень шумным. Оптимальные значения от 64 до 256. Далее рассмотрим параметры Diffuse и Glossy Depth. Эти значения указывают, сколько раз лучи будут взаимодействовать с объектами и их материалами. Повышение значения по каналу Diffuse, как правило, осветляет изображение за счет дополнительных соударений лучей. При низких значениях 1 или 2 изображение будет очень темным. Значение Glossy влияет на переотражение в сцене. Чем выше значение, тем большее количество видимых отскоков мы получим. Также с увеличением этого параметра сцена будет более яркой. Начнем с значений 1 в каждом из типов. Это позволит понять, как будет меняться изображение, а также нужно ли повышать параметры или же оставить все как есть. Итак, сделаем первый пробный рендер с значением 1. Изображение отрендерилось в слот номер 1. При значении Diffuse, равном 1, в сцене будет присутствовать исключительно направленный свет. Тени будут черными без каких-либо намеков на вторично ненаправленное освещение. Стрелками я указал эти участки. Конечно, такой вариант нам не подходит. Далее выбираю слот 2. В настройках рендера меняю количество лучей Diffuse на 2. Рендерю новое изображение. Спустя какое-то время в новом изображении мы видим достаточно большую разницу. Появилось вторичное освещение. Сейчас в теневых участках появились детали. Стрелками я выделил основные изменения по сравнению с предыдущим изображением. Сравним слот 1 и 2. В окне предпросмотра изображения достаточно нажать клавиши 1 и 2. На первый взгляд разница в тенях очень большая. Далее выбираем слот 3, меняем настройки Diffuse на 3 и делаем новый рендер. Обратите внимание, с увеличением Diffuse лучей увеличивается время просчета изображения. При значении Diffuse равным 1, изображение рендерится около 6 секунд, а при 3 примерно 11 секунд. Выставляю слот 4, а также меняю Diffuse на 4. Далее рендерю изображение. Как вы наверное успели заметить, изображение стало намного светлее. Происходит это из увеличения лучей Diffuse, которые добавляют в сцене новые отражения. При этом смешивает цвета материалов. Далее меняем активный слот на 5 и в настройках рендера ставим 5 напротив Diffuse. Время рендера при данном значении получается около 13 секунд. Давайте сравним результат, начиная с первого изображения по 5. С каждым последующим изменением числа Diffuse лучей меняется разница в яркости. Далее я попробую сделать еще один тестовый рендер с значением Diffuse 6. Сравним значения 5 и 6. Разница в яркости есть, но она небольшая. Сделаю еще один тестовый рендер с значениями 7 и 8. Итак, давайте проанализируем полученный результат. Как я уже рассказывал ранее, с каждым последующим добавлением к значениям Diffuse интерьер становится ярче. Разница очень хорошо видна при изменении значения с 1 до 4. Далее изменения будут менее заметны. Сейчас я буду переключать активные слоты с 1 до 8. Это очень удобно и наглядно показывает, стоит ли добавлять или уменьшать дополнительные значения. На заметку. Яркость интерьера можно регулировать не только с помощью увеличения параметра Diffuse. Можно выставить значения, к примеру, 4 или 5. Но яркость добавить с помощью обработки, например, в вкладке Compositing или в программе Fusion. Здесь я могу дать только одну рекомендацию. Повышайте значения Diffuse тогда, когда это необходимо. Как правило, универсальные значения начинаются от 4 и заканчиваются около 8. Теперь поговорим о том, как настроить значения Glossy или отражения. Чтобы не тратить время на просчет всего изображения, я выделю небольшой участок, в котором есть объекты, в которых лучше всего видна разница в отражениях. Вот здесь, чтобы выделить участок, используем комбинацию клавиш Ctrl плюс B. Сейчас мне нужно вернуть процент от общего разрешения в исходное значение, то есть 100%. Чтобы не тратить время на фокусировку участка изображения, я ставлю галочку «Crop to render region» включенной. После рендеринга изображение будет обрезано до выделенного участка. Вернемся к слоту 1 и попробуем сделать то же самое с отражениями. Напомню, для удобства к слоту 1 я присвою значение отражений равным единице. Давайте просчитаем первый тестовый рендер. Далее выбираем слот 2 и выставляем отражение на 2. И также рендерим изображение. После сравнения видим, картинка начинает меняться. Появляются дополнительные отражения. Но стекло пока что еще черное. Рендерим новое изображение значением 3. После сравнения видно, как начинают появляться детали в канале преломления. Глости влияет не только на отражение, но и преломление материала. Двигаемся далее. Смотрим, как будет выглядеть материал значением 4. Стекло по-прежнему черное. После рендеринга изображения значением 5 начинает меняться плотность стекла. То есть сейчас материал пропускает больше света. Действительно, очень большая разница между значениями 4 и 5. Давайте посмотрим визуальные изменения при значении 6 и 7. После просчета сравним картинки. Визуальной разницы никакой. Смотрим, как будет выглядеть изображение значением 8. И снова стекло стало светлее. Далее я немного ускорю процесс и буду менять значение с шагом 2 и более. Пробуем значение 10. Далее 15. Давайте сравним результат значений 10 и 15. Постепенно начинают появляться внутренние отражения и преломления стекла. Материал становится все интереснее и интереснее. Далее пробуем значения 20 и 25. С повышением значений начинают пропадать темные участки стекла. Максимальное значение, которое я планирую просчитать, будет 30. Здесь мы приблизились к той самой границе, когда повышение значения отражения практически не дает серьезных визуальных изменений. Поэтому я вернусь к оптимальному для меня значению 25. К сожалению, для того, чтобы материал стекла выглядел корректно, мне приходится повышать значение глоссия. Данный материал занимает лишь небольшую часть изображения. И здесь мне приходится тратить больше времени для того, чтобы просчитать другие участки. То есть сейчас я повышаю значение глоссия только для одного материала. Как вариант, чтобы действительно хорошо оптимизировать сцену, можно обратиться к рендерингу изображения по слоям. То есть сделать два рендер пасса без стекла и отрендерить стекло отдельно. Для первого пасса выставить значение глоссии от 4 до 8. А вот для второго рендер пасса использовать значение глоссии 25. А также функции render region, чтобы не просчитывать всю картинку. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Продолжаем изучать настройки октан. И сейчас мы поговорим о функции gi-clamp. В настройках размера изображения снова меняем множитель на 30%. Это значительно ускорит время просчета. Далее находим gi-clamp и меняем значение на единицу. Если очень коротко, gi-clamp ограничивает распространение света. Низкие значения делают изображение более темным. Более высокие не препятствуют распространению света. Также gi-clamp помогает справиться с яркими пятнами, которые иногда называют светлячками. В отличие от cycles, которые позволяют настраивать gi-clamp отдельно от направленного и ненаправленного света, в октан нет такой возможности. Делаем первый рендер значением 1. Сейчас изображение тусклое, большая часть объема отсутствует из-за сильного ограничения. Обратите внимание на яркость пикселей. Сейчас значение не выходит за границу единицы. Далее смотрим, как будет выглядеть значение 2. По яркости пикселей я не вижу разницы. Но в теневой части изображения стало светлее. Делаем еще один рендер значением 3. И снова результат чуть ярче. Снова пробуем повышать значение до 5. Вот в этих участках появился дополнительный объем. Пробуем значение 10. С увеличением параметра gi-clamp начинают появляться яркие пиксели. Вот здесь. Очень хорошо видна динамика изменений при переключении слотов от рендеренных изображений. Меняю значение gi-clamp на 15 и делаю еще один тестовый рендер. Сейчас разница практически не видна. Далее пробую значения gi-clamp 20 и 50. В последнем рендере начинают выделяться яркие точки. Визуально между значениями 20 и 50 кроме ярких точек никакой. Время рендеринга для всех протестированных значений примерно одинаковое и не сильно меняется. Чем меньше gi-clamp, тем дольше изображение рендерится. В моем случае разница между значениями 1 и 15 получаются где-то 1-2 секунды. После тестовых рендеров я решил остановиться на значении 15. В следующем уроке мы рассмотрим остальные настройки Octane, а также поговорим о рендер-пассах. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписались на мой канал, а также не поставили лайк данному видео, самое время сделать это сейчас. Для меня это будет дополнительной мотивацией для создания нового обучающего материала. Если что-то не получается или вы не знаете, как это сделать, пишите в комментариях или в телеграм-канал. Я постараюсь помочь. Удачи и пока!